Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня». Мы работаем в прямом эфире ведущей в студии Ирина Чекунова. Сегодня наша очередная встреча в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Можно ли переоборудовать автомобиль и зарегистрировать его в госавтоинспекции? Как правильно оформить организованную перевозку групп детей? Как госавтоинспекция контролирует работу легковых такси и общественного транспорта? На эти и другие вопросы в области технического надзора мы подробно ответим сегодня в программе «Тема дня» на радио Монте-Карло. Мой собеседник – старший инспектор по особым поручениям Управления ГИБДД ОМВД России по Тверской области Шамиль Гаджиевич Камилов. Шамиль, добрый день! Здравствуйте! Шамиль, скажите, пожалуйста, нашим радиослушателям, кто такие водители-лицензиаты и много ли их в Тверской области? Водители-лицензиаты – это у нас водители, которые осуществляют перевозку пассажиров, имеют категорию водительского удостоверения «Д» на вождение автобусов и, соответственно, зарегистрированные в Ространснадзоре, имеющие лицензию на осуществление перевозки пассажиров на территории Российской Федерации. Таких у нас, по данным Ространснадзора Тверской области, зарегистрировано порядка трех тысяч. Это водители автобусов и водители такси? Нет, такси у нас не входят в лицензиаты. Такси у нас получают разрешение уже в Министерстве транспорта Тверской области. Они относятся к другой категории. Итак, мы сегодня говорим о водителях автобусов. Скажите, пожалуйста, Шамиль, много ли ДТП по вине таких водителей и виден ли рост или снижение таких аварий с участием водителей пассажирского транспорта? Ну, контроль за обеспечением безопасности дорожного движения при организации пассажирских перевозок является приоритетным направлением технического надзора госавтоинспекции. И данное направление находится на постоянном контроле управления ГИБДД. За 10 месяцев текущего года на территории Тверской области из-за нарушения правил дорожного движения водителями автобусов отмечается снижение количества дорожно-транспортных происшествий на 15%. Это если в цифрах мы о чем говорим? Если в цифрах, это с 72 до 61 дорожно-транспортного происшествия. С начала года, с начала 2020 года. Ну и, соответственно, снижение количества пострадавших на 16%. А где чаще наблюдаются такие ДТП? Это федеральные, региональные дороги, может быть, это областной центр? Конечно же, основная масса ДТП совершена у нас на территории областного центра в городе Твери. Это 55 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали и получили ранения 58 человек. В муниципальных образованиях уже, конечно, гораздо меньше. Основными видами дорожно-транспортных происшествий, совершенных по вине водителей автобусов, является падение пассажиров, столкновение транспортных средств. Затем у нас наезд на пешеходов. Имелось 4 случая. Съезд с дороги. Ну и другие единичные факты ДТП. Вот давайте подробнее, наверное, остановимся на падении пассажиров, потому что я помню, что когда вводилась новая транспортная система, акцент делался именно на этом, что будет движение плавное, резких никаких торможений не будет, и пассажирам будет безопаснее. Что нужно самим пассажирам делать, чтобы не травмироваться? Совершенно верно. Вот хотелось бы обратить внимание пассажиров на соблюдение мер безопасности преследования в общественном транспорте во избежание травматизма. Ну, в первую очередь, необходимо держаться за поручни, об этом у нас во всех автобусах сообщается, имеются информационные таблички, исключить перемещение по салону во время движения автобуса, а также по возможности занимать свободные места в салоне. Давайте перейдем, наверное, на проверку. Как часто осуществляют сотрудники госавтоинспекции проверки автобусов, да, тех, кто перевозит пассажиров? И какие это автобусы, будь то рейсы, будь то вот введенная в Тверском регионе система транспорт Верхнего Лужья, возможно, это заказные автобусы или автобусы, которые принадлежат предприятиям, а перевозят рабочих? Ну, профилактические мероприятия по контролю за перевозкой пассажиров проводятся у нас ежемесячно, на постоянной основе. Это такие операции, как автобус, помимо этого имеются ежедневные сплошные проверки пассажирского транспорта. И здесь не имеет значения, какой этот транспорт, либо осуществляется организованная перевозка детей, либо это заказная перевозка, либо внутригородская. Транспорт контролируется весь, вне зависимости от того, какую он перевозку осуществляет. Сплошные, это сразу мне почему-то на ум приходит, как сплошная проверка, как сплошной контроль трезвости, когда останавливают весь проезжающий транспорт и проверяют, трезв водитель или нет. Сплошная проверка, также останавливаются все автобусы, которые на дороге в день проверки, да, и все это проверяется. И что проверяется? Совершенно верно. Ежедневно, вот в различных муниципальных образованиях области у нас организуются такие сплошные проверки, останавливается весь пассажирский транспорт и проверяется на соответствие требованиям действующего законодательства. Это выявление нарушений в области дорожного движения и, соответственно, само состояние транспортных средств, наличие неисправности и условий, при которых может быть выключена их эксплуатация. Вообще, кто проверяет автобус, технику перед тем, как выйти на рейс и перевозить людей? Хозяйствующие субъекты у нас, которые владеют и используют данные транспортные средства, они у нас обязаны организовать предрейсу и медицинский, и технический контроль своих водителей транспортных средств перед выпуском на линию. Мы говорили о снижении ДТП с участием пассажирского транспорта. Наверное, это во многом благодаря и вот таким вот сплошным проверкам, которые здесь непосредственно сотрудники ГИБДД и кто-то к вам еще подключаются, какие службы? Да, у нас при проведении профилактических мероприятий принимают участие в рамках соглашения о межведомственном взаимодействии Министерства транспорта Тверской области и Ространснадзор по выявлению, пресечению преступлений, правонарушения в сфере пассажирских перевозок. Каждое ведомство контролирует свое, да, непосредственно? За что отвечает? Ну, ведомство контролируем, это мы все вместе пассажирские перевозки. Единственное, у каждого ведомства своя область применения административного законодательства по привлечению водителей и собственников транспортных средств к административной ответственности. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья, в эфире программа «Тема дня», ведущая в студии Ирина Чекунова, а в гостях у меня старший инспектор по особым поручениям управления ГИБДД ОМВД России по Тверской области Шамиль Камилов. Сегодня наш разговор в рамках реализации национального проекта «Безопасной и качественной дороги» говорим о техническом надзоре наших автомобилей и общественных перевозок. Во всяком случае, в первой половине программы мы говорили о том, кто такие водители-лицензиаты и как контролируется сотрудниками госавтоинспекции работа автобусов, перевозящих людей. Камиль, скажите, пожалуйста, у нас пассажиры бывают разными и, наверное, детским перевозкам уделяется особое внимание, как оформить организованную перевозку групп детей, когда происходит это оформление, за какое время, и оформляется это право на целый год или всякий раз нужно оформлять новую заявку? Ну, правила организованной перевозки группы детей у нас регламентированы постановлением правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 года, номер 1177, в которых указаны все требования от сопроводительных документов до требований к водителям, сопровождающим и транспортным средствам. Ну, для начала, для понимания, давайте определим, что такое организованная перевозка группы детей. Сколько детей должно быть? Перевозка в автобусе группы детей численностью 8 и более человек, осуществляемая без их родителей и законных представителей. Ага, это значит не менее 8 человек, допустим, это представители одного класса, одной школы, или кто-то, какая-то сборная, команда едет куда-то на соревнования, или творческий коллектив. Совершенно верно. Это может быть и спортивная школа, может быть это какое-то образовательное, другое образовательное учреждение. И без представителей или родителей, ну, обязательно кто-то из взрослых этих детей сопровождает? Как раз-таки правилами организованной перевозки группы детей установлено, что в обязательном порядке должны быть сопровождающие, причем даже порядок рассадки этих сопровождающих определен в данном постановлении правительства. Это количество сопровождающих на один автобус назначается из расчета их нахождения у каждого предназначенного для посадки и высадки входа в двери автобуса. Давайте подробнее расскажем о том, как нужно оформлять документы, или, допустим, человек узнал, что через неделю ему предстоит ввести группу людей, допустим, детей из 10 человек. Что нужно делать, куда идти, что оформлять? Ну, оформление у нас заключается в подаче в территориальное подразделение госавтоинспекции уведомлений об организованной перевозке группы детей. Подачу осуществляют руководители или должностное лицо организации, ответственное за поездку. В большинстве случаев подача осуществляется наручно, но могут быть направлены и на адрес электронной почты. Уведомления у нас осуществляются не позднее, чем 48 часов до начала поездки в междугородном сообщении. 48 часов, я сразу считаю, двое суток. И не позднее, 24 часов до начала поездки в пригородном сообщении. До суток, значит, да, говорим. Значит, уведомление у нас в обязательном порядке указывается. Время, дата начала перевозки, организатор перевозки, маршрут движения, сведения о транспортном средстве, о водителе, сопровождающих и количестве детей. О транспортном средстве. Кто проверяет готовность транспорта к такой перевозке? Вот, допустим, группа у нас едет из какого-либо района Тверской области в областную столицу. Что делать? Ну, значит, у нас вот на территории Тверской области контроль осуществляется путем предоставления транспортного средства до начала осуществления такой перевозки для осмотра сотрудников госавтоинспекции, которым проводится осмотр транспортного средства из документов, которые непосредственно должны находиться у водителя. Сотрудникам автобус проверяется на предмет наличия неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. К примеру, износ или повреждение шин, неисправности ремней безопасности, отсутствие аптечек, огнетушителей. Также проверяется наличие опознавательных знаков. Обязательно при такой перевозке, у нас установлено это постановление правительства, должен быть включен маячок желтого цвета на крыше автобуса для привлечения внимания водителя. Это значит, что водитель везет детей? Да, совершенно верно. Имелись у нас на территории Тверской области факты, при выявлении неисправности транспортных средств перевозка запрещала сотрудникам госавтоинспекции. Были такие факты? Конечно. Предоставляет организатор перевозки автобуса не с отвечающим требованиям безопасности. Ну, к примеру, может быть износ шин, которые впоследствии при движении может повлечь за собой дорожно-транспортное происшествие или другие последствия. Давайте, Шамиль, еще раз вот так вот наглядно объясним. Допустим, группа переезжает из города Кимры в Твери, да? Значит, проверяют этот автобус сотрудники Кимрского ГИБДД, да? Совершенно верно. До выезда проверку осуществляют сотруднику социальной инспекции Кимры. Ага. И состояние водителя тоже? Состояние водителя, это уже организаторы перевозки должны обеспечить соблюдение требований, установленных к водителям. Ну, во-первых, у нас к управлению допускаются водители, имеющие стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории D не менее одного года, не совершавшие административные правонарушения в области дорожного движения, за которые предусмотрено административное наказание в виде лишения права управления транспортным средством в течение последнего года. И, соответственно, прошедший предрейсовый инструктаж, предрейсовый медицинский осмотр. Это медицинский осмотр, уже организация медицинского осмотра вложится на ответственность на владельца транспортных средств и тех, кто направляет водителя уже в рейс по организованному перевозке детей. Если этот автобус едет из другого региона, допустим, из Питера или из Карелии к нам на соревнования, то тоже отвечает за техническое состояние автомобиля тот регион, откуда едет автобус, да? Совершенно верно. Часто такие перевозки происходят в нашем Тверском регионе? Часто ли вы сталкиваетесь с такими проблемами перевозка групп детей? Ну, проблемой это не является, а перевозки осуществляются, конечно, постоянно у нас... Хотя для кого как, да? Если это неисправные автобусы, то это уже проблема. Ну да. Главное, конечно, соответствие требованиям безопасности автобуса и наличие всей необходимой документации при совершении данной перевозки. В принципе, все оговорено у нас в постановлении правительства. При соблюдении всех указанных норм никаких проблем не будет возникать у лица, осуществляющих данный перевозок. Ну, такие перевозки в любое время года, да? Потому что, возможно, это соревнования, концерты, экскурсии. И даже в период пандемии, вот то, что 20-й год наложил свой отпечаток на нашу жизнь. В период пандемии имелись определенные ограничительные меры для осуществления организованной перевозки групп детей. Не требовалось согласование с Роспотребнадзором о том, возможно ли ехать в тот или иной район. Ну, в зависимости от условий распространения пандемии и наличия ограничительных мер в данном районе. Давайте поговорим о профилактических мероприятиях, которые проводятся по линии технического надзора в Госавтоинспекции. Что проверяется, какие автомобили и, наверное, начнем, наверное, с тех же самых автобусов. Ну да, как ранее мы уже с вами оговаривали, у нас профилактические мероприятия проводятся по контролю за организацией перевозки пассажиров. Это операции автобус, сплошные проверки. Кроме этого, проводятся мероприятия по контролю за соблюдением водителями режима труда и отдыха. Мероприятия по контролю и проверке транспортных средств, перевозящих опасные грузы. Это у нас в основной массе бензовозы. И мероприятия по соблюдению требований технического регламента о безопасности колесных транспортных средств. Данное мероприятие в большей части заключается в выявлении технических неисправностей транспортных средств, а также в выявлении незаконного внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Вносят, да, водители такие изменения? Да, действительно, вносят. Но главное, чтобы внесение изменений в конструкцию не соответствовало требованиям безопасности и не ухудшало технические характеристики транспортных средств, которые были на момент выпуска его свободным изготовителем. Вот Вы сказали о том, что проверяется в том числе соблюдение водителем режима труда и отдыха. Я знаю, что многие аварии на территории региона за последние годы происходили именно по этой вине, и особенно это касалось дальнобойщиков, которые как бы не обращали внимания на это. Нужно было сделать план, нужно было привезти груз, и человек уставал, человек засыпал. Этому, наверное, особое внимание. Совершенно верно. У нас сон за рулем всегда являлось проблемой. Ну, соответственно, у нас действующее законодательство сейчас уже предусматривает обязательность установки средств контроля режима труда и отдыха на транспортные средства до середины 2021 года у нас все транспортные средства, автобусы и грузовые автомобили будут уже в обязательном порядке, должны быть оснащены средством контроля режима труда и отдыха тахографом. Особенно это, конечно же, касается тех, кто перевозит пассажиров. Тех, кто перевозит пассажиры, они уже оборудованы. У нас все, без исключения автобусы, должны быть оборудованы средством контроля режима труда и отдыха. То есть люди, которые передвигаются на автобусах, могут этого не опасаться? Я знаю, что вот, наверное, те же самые сплошные проверки рейсовых автобусов и не только рейсов, вообще пассажирского транспорта, они проверяют это в том числе? Обязательно в порядке. Останавливаются водители, проверяется их режим труда и отдыха. Тахограф представляет у нас распечатку, которым, соответственно, все будет отражено. Сколько человек у нас находится за рулем, когда он начал движение, с какой скоростью он двигался. Ну и, соответственно, если вообще это средство неисправно, тахограф, то за это тоже у нас предусмотрена ответственность. Помимо ответственности водителя, у нас еще и ответственность вложиться на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Кому принадлежит этот автобус? Кому принадлежит и кто выпускал это транспортное средство в рейс, проводя предрейсовые технические осмотры. Давайте несколько слов скажем о переоборудовании автомобиля. Мы коснулись уже этой темы. С какими автомобилями приходят владельцы в надежде зарегистрировать его и ездить по дорогам региона? И что не соответствует правилам и нормам, когда автомобиль не будет зарегистрирован? Ну, вопросы переоборудования транспортных средств у нас регламентированы правилами внесения изменений в конструкцию находящихся в эксплуатации колесных транспортных средств, утвержденных постановлением правительства от 6 апреля 2019 года номер 413. А процедура переоборудования у нас является государственной услугой и предоставляется на территории Тверской области в семи подразделениях. Это в управлении ГИБДД по Тверской области, в отделах ГИБДД по городу Твери, в Конаковском, Ржевском, Торжокском и Удоминском районах Тверской области. Процедура переоборудования. То есть, если я хочу что-то изменить в своем автомобиле, я могу обращаться туда, куда вы только что назвали, и мне это сделают или как? Ну, вся процедура проходит у нас в два этапа. Для начала заявителю необходимо получить разрешение на внесение изменений. Для этого предоставляется в Госавтоинспекции заявление в установленной форме, и основной документ, на основании которого будет принимать решение сотрудник Госавтоинспекции, это заключение предварительной технической экспертизы конструкции транспортного средства на предмет возможности внесения таких изменений. Экспертиза у нас тоже делает силами сотрудников ГИБДД? Нет, экспертиза у нас проводится испытательными лабораториями, в систему МВД они не входят, никакого отношения они к нам, в принципе, не имеют. Мы уже проверяем то, что написал эксперт, соответствует ли это требованиям безопасности и техническим регламентам. Так, о чем мы предупреждаем водителей, чего нельзя допускать в своем автомобиле? При внесении изменений водителей транспортных средств, конечно, хотелось бы больше обратить внимание на то, что те изменения, которые они хотят нести, должны отвечать требованиям безопасности и не ухудшать характеристики транспортного средства, которые были транспортным средством на момент выпуска его заводом-изготовителем. Достаточно доступно можно это на примере установки силовых бамперов. Соответственно, у нас транспортные средства заводом-изготовителем выпускаются с учетом травмы безопасности при совершении ДТП и наездив, допустим, на пешехода. Установка бамперов, они уже не отвечают требованиям безопасности и при совершении ДТП будет являться более травмоопасным. То есть это все не просто так, да? Это не то, что сотрудники ГАИ захотели, вот не хотим мы видеть такой бампер, да? И этого бампера на этой машине не будет. Все обосновано? Конечно, потому что завод-изготовитель проводит испытания своих автомобилей при изготовлении, в том числе при совершении дорожно-транспортных происшествий, какие последствия могут иметь, какие последствия ДТП. Ага, я понимаю. Скажите, вот перечень того, чего нельзя, скажем так, водитель где может прочитать, где он может узнать, что ага, вот это вот именно так переоборудовать свой автомобиль я не могу. Это сайт ГИБДД, да? Где это можно узнать? Во-первых, основанием для отказа выдачи разрешения является несоответствие испытательных лабораторий, выдавших заключение. Возможно, они не аккредитованы на такие изменения конструкции. Несоответствие требований указанных в заключении требованием безопасности. И основным документом, регламентирующим требования к транспортным средствам относительно его безопасности, является технический регламент Таможенного союза. Он так и называется – безопасность колесных транспортных средств. Соответственно, помимо этого, основанием для отказа может явиться наличие запретов и ограничений на транспортном средстве, либо, если изменения, приведут к уничтожению идентификационных номеров транспортного средства, либо идентификационных номеров основного компонента транспортного средства – кузова, шасси, рамы. Случается и такое, да, Шина? Случается и такое. Соответственно, у нас люди хотят заменить целый кузов автомобиля, либо заменить раму, которая не имеет номеров для их идентификации, и непонятно, откуда они взялись, возможно, ранее могли иметь отношение к какому-либо преступлению, либо похищенному. Ну да, да, информация уничтожается. Мне почему-то сразу на ум пришел тот же самый ремонт в квартире, когда люди хотят полностью переоборудовать свою квартиру и сносят несущую конструкцию, да, а это все небезопасно точно так же, как для автомобиля. Ты что-то делаешь, желая его модернизировать, да, украсить, но, тем не менее, безопасность становится меньше. Совершенно верно. Помимо этого, при процедуре переоборудования у нас при положительном результате рассмотрения первого заявления о выдаче разрешения, на втором этапе заявитель представляет автомобиль свой на осмотр, и, соответственно, в ходе осмотра также может быть выявлено несоответствие, которое в дальнейшем будет служить основанием для отказа в разрешении узаканивания процедуры переоборудования. Несколько слов о проверке легковых такси, да, вы сказали, что водители легковых такси не являются водителями-лицензиатами, но, тем не менее, такие рейды проходят постоянно. С кем контактируете и что проверяете? Ну, имеется у нас межвездочное соглашение о взаимодействии между Министерством транспорта Тверской области, управлением МВД Тверской области и Федеральной службой по надзору в сфере транспорта, Рост-Транснадзора, по профилактике, выявлению и пресечению преступлений и правонарушений в сфере пассажирских перевозок. Таким образом, во взаимодействии с органами исполнительной власти проводятся профилактические мероприятия как в областном центре у нас, так и в муниципальных образованиях Тверской области. У нас водители транспортных средств привлекаются за нарушение требований о прохождении предрейсового медицинского осмотра, нарушение требований о проведении предрейсового контроля технического состояния, а также за осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения, соответственно, разрешение на осуществление деятельности перевозки пассажиров и багажа легкового такси. То есть, стоит понимать, что водитель, который нас везет в такси перед началом своей работы, не проходил врача, и его транспортное средство не проверялось механиком на наличие неисправности. Еженедельно у нас сотрудники Министерства транспорта и Ространснадзора в рамках административного производства по выявлению правонарушений изымают и помещают на охраняемую стоянку, как предметы административного правонарушения, транспортные средства водителей. То есть, те, которые работали, нарушая закон? Да, которые привлекаются у нас к ответственности. К примеру, за прошедшую неделю изъято порядка 10 транспортных средств у нас на территории города Твери. Эти такси должны себя как-то обозначать, что это едет такси? Да, у нас действующим законодательством установлены требования к такси. Это и цветовые, и по оснащению транспортных средств опознавательными знаками. И то есть, такая работа будет проводиться и впредь, да? Да, совершенно верно. Данная работа находится на контроле, профилактируется на расстоянной основе в целях уменьшения совершения ДТП, количества совершенных ДТП по вине водителей таких транспортных средств. Скажите, пожалуйста, вот мне бы хотелось услышать от вас совет, общий совет участникам дорожного движения по линии технического надзора. Что бы вы посоветовали водителям? Какие меры соблюдать? Буквально несколько секунд, к сожалению, наша программа подходит к концу. По линии технического надзора хотелось бы обратить внимание водителей на то, чтобы их транспортные средства соответствовали требованиям безопасности. И при эксплуатации они обращали внимание на наличие неисправности и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, которые у нас, соответственно, указаны в правилах дорожного движения. Поэтому безопасное вождение будет у вас, когда ваше транспортное средство будет в исправном состоянии, ну и, соответственно, внимательно вести себя на дорогах. Спасибо огромное. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях был старший инспектор по особым поручениям управления ГИБДД ОМВД России по Тверской области Шамиль Камилов. Наша беседа проходила в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Будьте здоровы!